Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала и все мои клиенты по моим продуктам и товарам. Я считаю, что вы имеете полное право и даже обязаны знать историю, случившуюся между мною и магазинами лавка Фролова, а именно с директорами лавки Борисом Холмским и Игорем Кузьминым. Прошу более ничего и никогда у них в магазинах в Москве и через их интернет-магазин более не покупать, что бы они вам не продавали и что бы и как бы не предлагали. Почему? А вот я сейчас вам это поясню. Я не могу не рассказать вам то, что случилось с ними, как они меня обкрадывали, как предавали и что творили, как отблагодарили меня за возможность, которую я им дал два года назад зарабатывать, продавая мои товары и товары моих коллег под моим именем. Надо знать этих мерзавцев в лицо, вы их увидите в этом видео. Все, кто меня смотрит, кто уважает меня, кто мне благодарен за мои знания, лекции, за помощь, помогите распространить мне это видео и мое письмо под этим видео. Итак, слушайте и сами сделайте обоснованный вывод для себя. Два года назад ко мне обратился некий Борис Холмский. Вот его несколько фотографий. С предложениями открыть магазин и продавать товары от меня в магазине, который он откроет под моим именем для продажи моих товаров. Он хотел открыть розничные точки продажи по Москве моих продуктов и товаров и предложили мне, он и Игорь Кузьмин, свои услуги в этом. Я был не против, так как хоть и дарил им часть в этом случае, часть прибыли от моих клиентов, кто и так купил бы те или иные продукты и товары у нас непосредственно. Но в этом случае был для нас и плюс. Не нужно было бы нам собирать мелкие заказы. Заснималась часть трудозатратных работ по обработке мелких заказов, их сортировке, упаковке, отправке. Хотя впоследствии из-за этого, кстати, заметно упали продажи на ежемесячных ярмарках в Москве, так как многим было удобно зайти и покупать по мелочи в лавках в Москве, а не раз в месяц на ярмарке, поскольку это можно было сделать любой день. Но это другое дело. То есть они пришли ко мне на всё готовое, просто как буфер. И я с этим смирился, поддержал их ради взаимной нашей выгоды и упрощения работы для нас. В общем, мы договорились о том, что они открывают один магазин, а потом и сеть магазинов. Договорились мы о том, что я готов дать им своё имя при условии, что товары в магазинах Лавка Фролова будут, естественно, только мои, только от меня, чтобы я мог именем своим за них отвечать перед людьми, перед клиентами. То есть отвечать только за свои товары и название будет Лавка Фролова. И тогда всем иным желающим открыть лавки я буду отказывать, что я и делал впоследствии. Так и порешили. Но за два года они открыли всего два магазина, дела шли ни шатка ни валка, по словам Бориса того же. И, судя по их закупкам у нас, я уже давно замечал, что не всё логично в их заказах, что они жаловались на малые продажи, но тот же Борис раз пять в год, а то и более, ездил в заграничные поездки на отдых, так называемый. Как по иронии судьбы или поглумлению, он переслал мне неделю-две назад, до моего данного письма и видео, несколько фото с Катара, государства Катар, как он на внедорожниках гоняет по пустыням. Я ещё и раньше думал, что раз дела идут не очень хорошо, а других дел, видов заработка у него нет, только хобби, любительский баскетбол, то как же возможно по заграницам разъезжать? Да и как можно разъезжать, когда дело поднимать, развивать надо, а не бездельничать? Зато долг в один миллион рублей не отдавали мне два года под теми или иными предлогами, мол, продажи плохие. Говорили они постоянно, что продажи не очень, а у меня-то продажи росли по мере роста моей клиентской базы, зрителей моих на канале в Ютубе, а у них покупки не росли, хотя должны расти примерно пропорционально и даже более, тем более поскольку в Москве они находятся, а у них напротив даже падали, то есть они закупать стали гораздо меньше, но я верил и мысли не допускал о каких-либо махинациях с их стороны. И как оказалось, зря верил и доверял. Как выяснилось сегодня, в день начала этой текстовой моей записи, которую я сейчас делаю, которую я вот уже озвучил, да уже озвучил для моего канала на Ютубе, они более года продавали разные левые товары, товары других производителей, всякие непонятные продукты под моим именем и наклейками, товары, закупленные через подставные ИП за моей спиной, обманным путем на некоторых производствах моих коллег, много было, не пойми чего и откуда. Ну, не обратил внимания я, к сожалению, и на наклейки на шоколад, которые они более года назад уже под предлогом, ну, как бы красоты он их, в отличие от моих простых принтерных наклеек, стали печатать. А я против и не был, чего только не было, а теперь только уже сейчас задним умом понимаешь, когда уже глаза у меня открылись. Была еще история в декабре 18-го года, когда ко мне обратились люди с предложением, как выяснилось позже, после нескольких наших с ними встреч, бросить этих ребят, то есть Бориса и Игоря, директоров лавок Фролова. Эти люди предлагали под мое имя открыть сеть из 30 и даже более магазинов, но поступили они так, что вначале не предупредили о своем полном намерении, не дали мне предложение полное сразу, а уверены и в том, что я им не откажу, еще до встречи со мной, открыли магазин рядом с лавкой на Беговой в декабре 18-го года. А там была лавка Фролова по адресу улица Беговая, 14. То есть они открыли магазин втихую, так быстро, оперативно, стена к стене вплотную к лавке, с теми же буквами и цветом была реклама, с тем же стилем оформления и отделкой внутри, то есть витрины, прилавки, чтобы люди туда, попадая, путали, заходили как бы в соседнюю дверь и покупали то, что они хотели продать моим клиентам, приходящим в лавку за моими продуктами. Я даже видео об этом в свое время снимал. Мы встречались с этими людьми, встречались и вместе с директорами лавок, прямо и открыто говорили, я сказал, что не кину этих ребят и так поступать непорядочно, как они поступили, что надо было до того, такого вот подобного открытия через стенку магазина, переговорить, а не после этого. Еще тогда я сказал этим людям, что эти ребята, то есть Борис и Игорь, порядочные, нормальные люди, и что я так поступить с ними не могу, на что мне возразили, что в этом я очень сильно ошибаюсь и заблуждаюсь. Они потом говорили, что лавка ворует у меня товар, ворует давно и много, продает левый товар за моей спиной, обкрадывая меня. Я не хотел верить, и тогда они мне предоставили фотографии левых закупок, где Борис загружает на складе одном и выгружает в магазине на беговой не мои коробки, вероятно, с другим товаром. Но по проверке оказалось, что Борис закупал сырье сублимацией для другой одной фирмы, изготавливающей мюсли. И тогда я все забыл и успокоился. Хотя сейчас выяснилось, совсем недавно на днях, что и там была, оказывается, схема, при которой они все же продавали бартером обмененную сублимацию на, скажем так, стороннее производство, забирая чужие мюсли и сбывая их в лавках. Эта схема сейчас тоже мною прикрыта в данный момент, так как мой партнер и есть поставщик сырья для той фирмы. Все мы выяснили. Даже с камер видеонаблюдения сняли данные, когда, в какой час и так далее, и так далее. Много они придумали подобных, хитрых и подлых схем обмана и воровства за это время, по крайней мере, за последний год. А с января 2019 года лавка переехала с Беговой улицы на Красную Пресню, к 905 году, да, рядом. Я сразу сделал видео поддержки лавки. Приехал лично на открытие для увеличения продаж. А потом стал во всех роликах тематических и под всеми моими видео вообще размещать их рекламу. Мол, если хотите приобрести мою продукцию на сумму менее 10 тысяч рублей, на любую сумму, приходите в лавки, покупайте там, покупайте хоть одну единицу товара. И у них, что, мол, они могут даже отправить для вам ваш заказ в любой город России от одной единицы товара, пожалуйста, приобретайте. А они отправляли, да так отправляли, что аж 2600 заказов отправили за это время. Как теперь выяснилось, по письмам людей, которые мне после моего первого обращения к своим подписчикам много чего прислали любопытного и интересного. Люди заказывали не только по мелочи у них, но и на большие суммы, думая, а какая разница, все равно одно и то же у Фролова закупаем. Многие люди почему-то просто путали и до сих пор путают нас и их, думая, что лавка Фролова и надгар.ру, продукт от Фролова, то есть мой единственный магазин, это одно и то же. Вот так я своими руками кормил этих подонков, не оценивших моего доброго к ним отношения, давшего им возможность зарабатывать на ровном месте, используя мое имя и моих уже готовых клиентов, мою поддержку и мою честность. То есть это классический вариант любых тварей отплатить злом за добро и подлостью за честность. Всегда им мало всего. Меня предупреждали, и в том были правы те люди, что я еще узнаю, как и чем дирекция лавок меня обманывает, и что крали у меня из кармана много и постоянно, и так оно действительно и вышло. Все чаще и чаще нам стали поступать звонки, когда люди по ошибке попадали не в лавку, думая, что звонят именно в лавку, а к нам на сайт. И, например, одна женщина говорит, попав к нам по ошибке, а где мой заказ? И в разговоре выяснилось, что она сделала заказ на коробку фукуса именно в лавке, а они у нас за два месяца, то есть лавка вообще фукуса не закупали. Таких звонков было очень много. И мы стали поднимать закупки лавок, накладные, и выяснилось, что приборов по воде, например, они не брали месяцами, но продавали их много. Шоколада закупали в десятки раз меньше, чем год назад, даже имея один магазин. А по бумагам, чекам, ну и перечню того, что мои клиенты по моей просьбе прислали нам, что они закупали в лавках. При сопоставлении с заказами у них, где лавки делали у нас заказы, по накладным, выяснилось, что продавали они во много раз больше, чем закупали у нас. Ну, то есть абсолютно все понятно. А еще часть заказов наших клиентов, которые мы привозили в лавки, чтобы наши клиенты, кому так было удобно, по договоренности с нами, просто забирали свои уже готовые, упакованные заказы в лавках. Так вот, лавки стали возвращать нам эти собранные заказы. Мы стали обзванивать клиентов, почему, по какой причине так произошло. И они стали говорить нам примерно одно и то же, что нам сказали в магазине, в лавке, что заказа вашего нет в наличии. Ну, ничего страшного, покупайте у нас тут, и сейчас мы вам сейчас все быстро соберем. Но некоторые честные и ответственные, порядочные люди, на что эти подонки, вероятно, не рассчитывали, стали звонить нам и спрашивать, так ли это и что просто, собственно, происходит. Представляете, какие мерзавцы. И полетела информация на нас, как снежный ком. Тогда я вызвал Бориса к себе в конце апреля и уже имея на руках многие доказательства их мошенничества, обмана, предательства, и все ему предъявил. Кстати, запись аудио и видео вот этого разговора у меня есть. Он был сдержанно удивлен, якобы ничего не знал, и переговорил вечером со своим другом и напарником Игорем, на которого, вернее, на его мать. И было оформлено ИП, ИП Кузьмина, и велась вся юридическая работа лавки. Он спокойно сознался, то есть не стал отпираться. Да, мол, воровали, подворовывали. Ведь с закупками данной работы с клиентами и заказами он руководил в лавке, а предъявленные мною Борису факты были железные. И к тому же один завод им уже к этому времени отказал в работе, разобравшись со мной в его подлости и обмане дирекции завода. Хотя ехать ко мне Игорь Кузьмин на переговор отказался в тот день. Приехал только Борис. Разумеется, я провел переговоры с партнерами, коллегами по разным и смежным, и совместным производствам, поставщикам сырья и так далее. И выяснил, что по некоторым категориям товаров этот Борис и Игорь действительно обращались за моей спиной везде, куда только смогли дотянуться. Даже на заводы, как это было, к примеру, с Фукусом еще более полугода назад, почти 8 месяцев. Сообщив коммерческому директору, что для спортивных клубов хочет брать и так далее. Естественно, не упомянув, что он из лавки Фроловой ко мне имеет отношение. И в итоге моим клиентам левого товара, только Фукуса, они продали до конца апреля более 3,5 тысяч банок. Причинив гигантский, огромный ущерб мне и моему коллективу, чуть не подорвав и часть самого производства, чуть не поссорив меня с заводом. А ведь именно благодаря мне тысячи людей узнали об этом, именно на этом Фукусе, и поправили свое здоровье. Естественно, мои партнеры сразу перекрыли им поставки, как сделали и все мои иные партнеры и коллеги, по этой продукции, по любой другой продукции, по полуфабрикатам, сырью. Поскольку порядочные люди подонков никогда не поддержат, тем более ради прибыли. Поскольку для людей, именно людей по сути, а не по названию людей, не деньги любой ценой, главное. Мои коллеги и партнеры, поставщики, соучредители различных производств оказались людьми. Данной проверкой они оказались настоящими людьми, в чем я и не сомневался. Верно говорят, проверкой на звание человека, настоящего человека, является беда, ну, горе, война и так далее. То есть друг, как говорится, познается в беде. Предаст или нет? И деньги. Так вот, проверка деньгами сильная вещь. Думаете, все на этом? Нет. Они пошли еще дальше. Я как почувствовал и проверив, убедился в своих почти экстрасенсорных способностях. Они, как я и почувствовал, подали заявку на регистрацию торговой марки «Думаете, какой?» Лавка Фролова. Как вам это? Вот так. Встречались мы с ними через три дня после первой встречи с Борисом на ярмарке Вегмарт. Ко мне на базу они ехать не захотели. Так что же в итоге? А они считают себя почти невиновными, как это всегда бывает с неледью в таких случаях. Нашли себе оправдание. Мол, аренды дорогие и так далее и другой полный абсолютный бред. Но я в этом, собственно, и не удивлен, что можно ожидать от людей, которые так поступали цинично и хладнокровно постоянно. А они теперь радуются украденному, строят грандиозные планы, втихаря, ну, нахапав денег и клиентов за эти два года. Хорошо, что эта запись разговора тоже есть, как и, собственно, другие стопроцентные доказательства всего, что они творили. Таким образом, за свою порядочность, за их поддержку, за мое терпение и за свою честность я получил нож в спину. Подлое предательство и воровство. Это при том, что они спокойно смотрели мне в глаза без всякого угрызения совести все эти месяцы, строили гримас уважения и преданности, даже какой-то благодарности, общались, просили и подло крали у меня и обманывали вас. Продавали они старые товары, купленные давно, по левым схемам товары и не пойми, что откуда продавали тоже. Конечно, они за все сполна ответят, тут нет никаких сомнений. Но мне, дураку, урок на будущее и горькое разочарование в людях. Доверие было к ним полное и такой подлости я ожидать от них не мог. Я привык всем доверять, а тем более, кто пришел, обратился ко мне после моих лекций, тем более, особенно, мол, ну, как же они смотрят мои лекции, могут меня обмануть, благодарно мне и меня предадут и так подло использовать, невозможно и помыслить. А им я и долг в миллион рублей и два года терпел, ждал, ну, отдавал своих клиентов, соблюдал свое слово и на предложение открыть другие лавки отказывал всем людям, говоря, позвоните им, договоритесь между собой, так как я слово дал им ни с кем не работать. А они, используя мое имя, моих клиентов, зрителей, то есть вас, и используя доверие моих зрителей ко мне и к моей продукции, обкрадывали меня, тормозя и останавливая тем самым развитие многих моих проектов, в том числе, очень сильно пострадал от этого мой социальный глобальный проект создания лесного заповедника. А они, подлые гаденыши, многим людям, заходившим в магазины, к ним в магазины, говорили, да и теперь говорят, как мне сообщают люди, что они еще хотят развиваться и расширяться, расширять ассортимент, обманывая людей, что товары будто те же самые от тех же производителей и поставщиков, что они больше не работают с Фроловым, хотя это я больше с ними не работаю, безусловно. Все ссылки оставили в поисковиках для своего сайта и соцсетей, хотя и убрали название лавка Фролова, но поиск, если набрать словосочетание лавка Фролова, как вело, так ведет на их сайт, по-прежнему, но только само название сайта они сменили, так же, как и вывеску убрали, сменив ее на другую. Хитрые подонки, нахапали клиентов, а ведь многие люди по проторенным дорожкам, ничего не зная еще, будут к ним все так же приходить, как привыкли это делать. Удивляясь, будут спрашивать у них, а почему нет вывески лавка Фролова, что, мол, случилось, а продавцы натасканные будут отвечать им. А что будут отвечать? Ну, несложно догадаться, продолжая логику подлецов в этом же ключе, чтобы как-то обосновать свою продолжающуюся работу и впаривать то, что они продают и будут продавать, нужно что? Ну, во-первых, найти где-то похожие товары, клеить похожие наклейки, по-прежнему долго, скажем, остатками моих товаров, как бы продавать, хотя бы их показывать, переклеивать наклейки, чтобы вкус был прежним пробников и так далее. Во-вторых, надо всем говорить, что Фролов не производитель, что мы закупаем в том же месте или что-то наподобие этого. Кстати, одна бывшая их продавщица с Даниловского рынка говорила покупателям еще год назад, как мне поведал один покупатель, написал на днях письмо, кстати, эта торговка воровала у них, у них же, своих работодателей, деньги, о чем мне Борис сам же и рассказывал. Ну, в общем, чистое тянется к чистому, а грязь грязи. Теперь понимаю, почему на мое предложение подобрать им кадры в свое время, то есть продавцов из моих зрителей, они, лавка, ну, в лице Бориса, отказывались. В-третьих, что нужно делать? Любыми средствами, словами, подтасовкой фактов и всем только возможным, любыми возможными иными способами создать у пришедших магазин и в своих рассылках на электронные почты, покупавших у них моих клиентов какие-либо товары, да, создать неприятные ко мне отношения, такие неприятные ко мне ассоциации, сеять недоверие и тому подобное. Что ж, такие, кто им поверит, найдутся тоже, но если такие люди только на основании слов и хитростей, подлецов и предателей поверят в мою в чем-то непорядочность и так далее, скажу тогда наперед именно вот таким людям, коли уж так, если хоть раз вы усомнились, тогда я сам вам говорю, ничего более у меня не покупайте никогда, не смотрите более мои видео никогда, отпишитесь от всех моих источников информации, рассылок, сайтов и так далее, я даю вам установку, что вам все это на пользу не пойдет и будьте, пожалуйста, честны хотя бы в этом до конца, навсегда. Я не боюсь потерять таких клиентов, так как для меня главное это истина. Так вот, я полагаю, что нужно пояснить насчет производств. Если вам и этого мало, мало моего слова, ну, запросите у них хоть одну декларацию на производство чего-либо, и у меня, ну, на тот же шоколад, корма для животных и так далее, запросите. Я вам предоставлю эти декларации письмом, и вы убедитесь. И еще, как бы ни назывались фирмы на этикетках, ООО такое-то, ЗАО, ИП и так далее, это ничего не значит абсолютно и абсолютно не говорит о том, кому они, эти компании, производства, по сути принадлежат. То есть, кто реально производитель, сопартнер, соучредитель, там, инвестор и так далее. Это в действительности абсолютно ничего не значит и никто с этого реалии не поймет. Это кто не в курсе темы вообще, как это происходит и делается. А они уже потирают руки. Жизнь, думает, будет халявой у них и дальше на ворованном-то. Но они одного не учли. Порядочность людей и тех, с кем я тружусь, с кем в партнерских и иных отношениях по производствам, по ставкам и так далее. Ничего они не получат. Только смогут другие какие-то товары покупать у кого-то. Это в лучшем случае, если кто-то по незнанию или непорядочности, несолидарности своей будет им хоть что-то продавать. Так вот, и не учли, главное, дорогие друзья, не вот что. Это ваша порядочность, то есть вас, моих зрителей, что для порядочных людей немыслимо поддерживать подонков на их радость. После моих рассылок о мошенничестве, лавок, я получил сотни писем с поддержкой и уведомлениями меня в том, что теперь никогда и ничего у них больше люди не купят. Я очень вам благодарен за вашу справедливость, солидарность, поддержку, за вашу честность. Я вам благодарен. Не должны подонки ликовать и потирать свои грязные руки, и мы в этом должны друг друга обязательно поддерживать. Я прошу всех вас, всех, кому правда и честность дороже всего на свете, кто мне благодарен за мою многолетнюю, многостороннюю созидательную деятельность, за знание, за помощь, за важную информацию, которую я по многу часов в день, по многу часов в сутки делюсь с вами, записываю, изучаю, формулирую и так далее, и так далее. Кто просто порядочен и солидарен со мной, кто понимает, что поддерживать подонков значит содействовать низости и подлости, участвовать в ее распространении, никогда ничего не покупайте у этих мерзавцев, не кормите паразитов и не поддерживайте своими деньгами предателей, воров, подлых крыс. Помните, что теперь, уже все зная, купленные у этих подонков товары и продукты не пойдут на пользу никому, так как они обработаны энергией, информацией, подлости, вранья и предательства. Прошу вас передать всем вашим знакомым, кто покупал и кто может еще у них хоть что-то покупать, чтобы они никогда этого не делали, перешлите это мое видео им, или текст статью, или аудиозапись в МПЕК-3 формате, все это будет под видео, своим родным товарищам передайте, перешлите, разместите в соцсетях, поговорите лично с людьми по телефону, кого вы знаете, пожалуйста, не сочтите это за труд, пусть все знают и дадут полный бойкот мошенникам, и чтобы кому они потом не говорили, не посещайте эти магазины на Даниловском рынке, на Красной Пресне, и не покупайте ничего через их интернет-магазин, помните, что набирая лавка Фролова, все поисковики переведут вас на тот же сайт, но под другим названием, на сайт этих негодяев. Я, конечно, понимаю, что далеко не всем будет интересна моя переписка с этим Холмским, ну, и это не нужно, но тем не менее, особо показательную часть последней переписки я кратко вам сейчас изложу, расскажу, так как она показывает саму суть, как бы, кто такой Холмский, каков он отморозок. Вот, слушайте. Написал я ему 9 мая, в день Великой Победы, следующего содержания письма, что все маски сорваны, что я все, так сказать, знаю уже, и пишу вам в день Великой Победы это письмо, не ваше, это победа, вам не пожелаю ничего хорошего, вы предатели, такие, как вы с Игорем в дни войны, предали бы без раздумий, такие и предавали, вы уже перешагнули грань человеческого, и к вам не могут применяться человеческие ответные поступки, для меня это точка. Как бы вы себя не оправдывали, подлость и предательство, крысятничеству и воровству нет никаких оправданий, о масштабах воровства я только сейчас узнаю, я не оставлю вас без наказанности, можете об этом и не думать, это было бы самообманом. И я ему предлагаю несколько шагов, как ситуацию поправить. То есть, соответственно, вернуть долг, который был чисто по бумагам, что мне и сам в отчетах написал Борис, по своим закупкам. Второе, это то, что за все то воровство, что было, за четкое, явное, доказанное, ущерба, выплатить 5 миллионов рублей, магазины передать, за долги и так далее. Ну, соответственно, понятно, что это было и смысла не было, в принципе, писать. Я это написал только для порядка. То есть, то, что четко, ясно, понятно, аргументировано. Ну, а он мне ответил на это следующее. Юрий Андреевич, я не понимаю, как великий праздник, День Победы, связан с нашими взаимоотношениями. Попрошу впредь следить за своим языком и дважды думать перед тем, как писать мне письма. О, какой. Никаких, внимание, договорных отношений у нас нет. Мы вам ничего не должны. Закупленные ранее товары были в свое время наплачены, что ложь, конечно, это я от себя уже сейчас говорю. Как поставщик, вы нас не устраиваете. Внимание, как поставщик, он пишет, вы нас не устраиваете по нескольким причинам, которые мы ранее вам озвучивали. Дальнейший сотрудничество с вами считаю нецелесообразно. Как будто я вообще не о том и не с тем человеком говорил, и он мне отвечал на письмо, как будто вообще другого человека. Попутал совершенно, товарищ. Данный вопрос пишет он далее, считаю закрытым, более обсуждать его не вижу смысла. Если у вас есть какие-то к нам претензии, можете обращаться в арбитражный суд города Москвы. Ну, просто прелесть. Ну, и на это я ему отвечаю следующим образом. День Победы связан, связан с вами. Это день доблести и чести, подвига и верности. Вы, подонок, подлец и предатель, иуда, и мошенник, и вор. Это связано, символично связано между собой. Вы мне еще поговорите про дважды думать. Это вам надо было трижды думать, трижды, перед тем, как воровать меня, обкрадывать, предавать. Какая циничная наглость. Вы в своем уме вообще какое сотрудничество? Вы что, из моего письма поняли, что я вам какое-то сотрудничество предлагаю? Вы перечитайте письмо. Я не устраивал, как поставщик. Да что, вы врете. Я впервые такое слышу. Никогда такого вы мне не говорили, не писали. И вы попутали самую малость. Я не просто ваш поставщик. Я вообще-то разрешил вам магазины открыть под своим именем. Охренеть можно, какие наглые твари. И как заговорил, а? Я вам о долгах передо мной пишу. Договорные отношения у нас с вами были не на бумаге. Это так. Договоренности просто были. То есть, договоренности на словах. Как люди нормальные, порядочные люди договариваются и должны быть верны своим договоренностям. То есть, слову своему. Ишь ты, бумаги нет. Я понимаю, что для вас это ничего не значит. То есть, слова договоренности. Слово сказанное. То есть, понял недавно. Про то и речь, потому вы и есть подонки. То есть, использовали мое доверие и мое имя для своих махинаций. Что, что не должны. И так, более 300 тысяч долг чисто по бумагам, должны, по расчетам. И главное, смотрите, написал, мы ничего вам не должны, закупленные ранние товары, своевременно оплачены. Хотя, это просто, ну такая, неприкрытая, простая ложь, которую же он сам в своих письмах подтверждает. И, потом, а то, что вы своровали, это не долг? Вы не собираетесь мне долги возвращать и отвечать за воровство? Вы действительно считаете, что я это все пропущу, проглочу, оставлю? У меня есть претензии, но в суд я не пойду. Смешно и оскорбительно, и глупо слышать такое. Я решу с вами вопросы по-другому, и вы ответите за все. С порядочными людьми я адекватно общаюсь и поступаю. А с мразью, как с мразью, не сомневайтесь, такое не прощают. Вот, дорогие друзья, вы теперь поняли, я думаю, что полностью, окончательно, абсолютно понятно, что из себя представляют эти, в кавычках сказать, люди, не люди, подонки. Удивительно, ведь даже после моих многочисленных уже рассылок к людям, есть еще те люди, которые до сих пор путают и воспринимают мой единственный сайт по продуктам надгард.ру с лавками Фролова и что-то у них заказывают еще до сих пор. Поддержите нас, особенно теперь по возможности. Делайте у нас заказы чаще и на большие суммы. Ведь ваша поддержка будет сейчас крайне важна, крайне кстати, так как эти подонки нам сильно очень все подгадили, а у нас огромные средства уходят на строительство, производство, затраты. И очень важный для всех людей в конечном счете суперпроект заповедник. Это и закупки тысяч саженцев, семян, пакетов, горшков, инвентаря, это зарплаты сотрудникам, это техника, запчасти, это миллионы рублей. Именно прибыль от этого и других моих проектов по продуктам и других идет на создание заповедника, идет на поднятие родной земли, народного, коллективного хозяйства. Кто еще не в курсе, посмотрите это видео обязательно. Благодарю вас за понимание и поддержку. А теперь для понимания правильной информации, вот какие есть варианты покупки у нас продуктов и иных любых товаров. Но вообще очень важно подробно все изложено, все варианты мы поясняем на нашем сайте надгар.ру в разделе доставка и оплата. Посмотрите, пожалуйста, там ссылка как всегда под видео, а в статье прямо тут. нажимаете и попадете на эту страничку. Но есть еще акценты и нюансы, сейчас я вам их поясню. Мы скоро сделаем второй интернет-магазин для жителей Москвы и области, пока он будет, для тех, кто не может закупать от 10 тысяч и более на нашем сайте. Это будет сайт с быстрой и удобной доставкой и Яндекс.Доставки. Подпишитесь на рассылку под этим видео и вы не пропустите оповещение и рассылку других новостей от нас. Обязательно подпишитесь, но не поленитесь. Подписка на рассылку тут. Если вы живете в Москве или области, то на ярмарках у нас раз в месяц можно купить наши товары. Следите за выходом моих пригласительных видео и за рассылкой, тогда не пропустите. Приезжайте к нам на ярмарки. Кто раньше приезжал до открытия лавы, кому так удобнее? В мае, июне, сентябре и так далее, они будут точно. Просто закупайтесь запасом, как это вы делали многие из вас раньше, когда еще никаких лавок не было. Возможно, я еще кому-то и доверю открыть лавку, в чем пока не уверен. Ведь, понимаете, тяжело доверять кому-либо после такого предательства. Предательство тех, кому ты доверял. Ну и по-прежнему вы можете заказывать, как и раньше и впредь, мой товар на нашем единственном пока сайте надgar.ru от 10 тысяч. И мы доставим вам ваш заказ в любой город России, мира, ну тем более по Москве. А условия у нас все на сайте. Посмотрите, пожалуйста, под видео. Или вот вам еще один вариант. Совет для тех, кто сам не может купить у нас товар на сумму от 10 тысяч за раз. Но кто хочет это сделать? Так вот, совместная закупка, дорогие друзья. Совместная закупка. Возможно, вы можете найти несколько человек в вашем городе, регионе, самому найти или попросить кого-то разместить объявление в соцсетях и потом скинуться, заказать нам. Кто-то один из вас может это заказать, сделать. На него оформим доставку. Потом вы получите этот общий заказ и распределите уже по получению его между собой. Таким образом можно сделать просто и практически на любые суммы. Такая вам тоже подсказка. Благодарю вас, дорогие друзья, за поддержку и понимание. С уважением ко всем порядочным людям. Фролов Юрий Андреевич, 11 мая 2019 года. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова